здравствуйте друзья такой вопрос интересный как бы он вроде простенький совсем говорят вот сейчас в связи с понижением цен на нефть не подешевели товары соединенных штатов дело в том что о том что бензин автоматически дешевеет всегда когда дешевеет нефть это я я уже рассказывал где-то я вот на днях прочитал что нефть подешевела там за какой-то промежуток времени за там три месяца на 36 процентов а бензин подешевел на 34 ну вот как бы такие пропорции что касается других товаров значит дело дело ведь вот чем за это же самое время в связи с тем что произошло подорожание нефти подешевение удешевление нефти значит сократилась стоимость перевозок до из-за из-за снижения цен на бензин повысилась прибыль компании соответственно мы видим спад безработицы снижение уровня безработицы нанимают больше мы видим изменение курса доллара по отношению к евро я про рубль не говорю отдельно это отдельная история то есть как бы курс рубля он как бы завязан на курс на стоимость нефти там это отдельная история но вот доллар и евро если в начале года например евро был там где-то доллар 40 то сейчас вот сегодня с утра был доллар 23 то есть доллар по отношению к евро подрос в чем как бы смысл этого смысл например в том если мы говорим про цены на товары что например дешевеют товары которые импортируются из-за границы дешевле поехать отдохнуть куда-нибудь в европу ну что еще там не только в европу это это и касается валют других стран и так далее поэтому безусловно снижение цен на нефть для стран потребителей нефти да для тех кто тратит больше денег на нефть чем получает от нефти это большое благо это фактически как снижение налогов да потому что то что ты платишь за бензин это же это же налог как бы на на все что ты делаешь поэтому в целом это очень оздоравливающее влияние оказывает на экономику и снижение цен на те иные товары это как бы часть этого то есть есть такие ситуации где цены снижаются мгновенно вот допустим рынок там бензина он мгновенно реагирует а вот допустим рынок каких-то товаров которые производятся и где транспортные расходы являются как бы частью ну ну посмотрим но по идее я думаю что это должно сказаться на стоимости допустим там полетов на значит самолетах там куда-то и внутри страны и за рубеж я не слежу за ценами на именно авиабилеты поэтому мне мне трудно судить но я думаю что это заметная часть горючая это заметная часть стоимости полета поэтому так вот как бы что-то что-то наверное происходит я еще раз специально не отслеживал и когда вопрос этот я услышал у меня показался немножко странным потому что а чего вдруг вот вроде жену бензин то подешевел понятно чего остальные товары и как то вот так должно быть заметно глазом я не вижу сам лично я не смотрел дешевеют ли там как-то другие товары но есть всевозможные индексы есть очень много экономических всяких показателей характеристик и так далее которые публикуются и в общем то ну как бы сейчас хорошо ну даже если вы например посмотрите те издания которые вот еще полгода назад значит говорили о том что нужно отказаться от доллара как валюты международные даты которые говорили что вот там я не знаю кризис какой-то должен быть сейчас правда не могут что сказать я могу конечно повышение курса доллара ведет к кризису да потому что с одной стороны конечно американцы могут больше купить там европейского или там китайского за свой доллар но с другой стороны поскольку это дорожает доллар то скажем европейцам и китайцам ну и кто бы там не покупал чего американского им теперь дороже там на 15 процентов чем год назад покупать американское стало быть американцы меньше там продадут там и так далее это можно как бы если есть желание говорить о том что кирдык произойдет то это неважно падает доллар значит говорят что будет кирдык растет доллар тоже говорят что будет кирдык по-разному объясняют это как бы так сказать у людей теория есть объяснением собственно же и без разницы какой но сейчас неплохо вот вот я бы так сказал сейчас много работы сейчас сама по себе вот это вот нефтяная газовая индустрия она конечно очень быстро набирает обороты и безусловно ну как бы помогает экономике в целом со всем этим делом бороться и я как бы свое личное мнение выскажу но я думаю что в значительной степени те события последних вот последнего года там девяти месяцев которые произошли фактически совершенно неожиданно отдают соединенным штатам европейский рынок и нефти и особенно газа потому что сша сейчас производит очень много сжиженного газа и будут производить намного намного больше чем сейчас сейчас строится вкладывается десятки миллиардов вкладывается в строительство новых вот этих вот предприятий по сжижению газа поэтому я думаю что европейцы перепуганные вот тем что произошло как бы они как минимум будут пытаться диверсифицировать то что произошло но как бы свои источники они не могут так вот зависеть что их можно отключить от трубы и кранты это так ну кто ж такое может себе позволить поэтому я думаю что их поставили сейчас такие условия ну они считают да что их поставили в такие условия и они сейчас этим серьезно занимаются я пару недель назад может быть месяц назад разговаривал с мужиком который работает в этой индустрии в немецкой компании и вот он говорит что там сейчас сидит группа аналитиков и они значит вот срочно верстают план как как диверсифицировать там источники и так далее поэтому в общем я думаю это тоже даст дополнительный такой бум и мое понимание экономической ситуации в соединенных штатах такое что у нее впереди довольно продолжительный период ну если не обязательно бурного роста то в целом случае стабильный такой период наступает потому что все таки страна меньше тратит на иностранную горючку искать и сейчас еще собирается сама начать приторговывать больших масштабах то есть считается что через несколько лет сша будет не только крупнейшим в мире производителем нефти что уже как бы по факту да допустим если россия производит там 6 миллионов баррелей в день то соединенные штаты производит девять с половиной это больше чем кто бы то не было в мире но крупнейшим экспортером нефти в мире должны стать через несколько лет так что тут еще был вопрос относящийся к этому говорят а вот правда ли что снижение цен на нефть большинство производителей нефти вышибет из бизнеса в соединенных штатах я хочу сказать это примерно так же как вот вам последние пять шесть лет там говорили о том что идея с этим сланцевым газом и сланцевой нефти все это bullshit ничего там не получится все это ерунда и цена высокая и так далее так далее оказалось что в общем все это ерунда вот тоже самое ерунда с тем что большинство обанкротится безусловно более высокая цена создает возможность добычи тех или иных ресурсов там где допустим при низкой цене нет смысла этого делать но если вы знаете такую организацию который называется блумберг вот я читал вчера буквально там какой-то репорт они они пишут что большинство предприятий соединенных штатов добывающих нефти добывающих при 40 долларов при цене в 40 долларов будут рентабельны то есть вот сейчас такие вещи пишут сначала говорили что там да президент путин говорил что если меньше 80 то рухнет там западная экономика вот сейчас блумберг пишет на на блумберг знает что говорит там не только путин знает что большинство будут рентабельные при 40 тоже хотя конечно кто то у кого рентабельность 70 или там или 60 они конечно им смысла нет это правда но но тем не менее кроме того вы должны понимать что технологическая так сказать революция она продолжается это что было невозможным пять лет назад сегодня обычное дело то что немыслимо сегодня будет обычным делом там через два три четыре пять лет соответственно цены снижаются и новые источники находятся и так далее поэтому ну посмотрим поглянем я я же тоже не с хрустальным там-то шариком сижу и там вижу будущее смотрю но вот из того что видно из того что пишут из того что вокруг происходит я я бы сказал что все ничего во всяком случае вот все не так плохо счастливо